Продолжение следует... 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 В целом, мы очень довольны переговорами. Я признателен госпоже министру за приглашение посетить Руанду. Обязательно им воспользуюсь. Сроки мы согласуем дополнить. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. ... Спасибо. ... 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 Мы полны решимости изменить ситуацию, защитить гражданских лиц, поскольку у каждого конфликта уникальные параметры, уникальные особенности, но мы как нация полны решимости внести свой вклад в миротворческую деятельность. Последние 20 лет мы развили свой потенциал и свои возможности для обеспечения безопасности другим людям. К сожалению, насколько нам видно сегодня, безопасность больше нужна, и миротворческая деятельность больше нужна, чем мы думали, что она будет нужна, поскольку если существует миротворческая деятельность, то значит, что мира нет. И мы, конечно же, обсуждаем сотрудничество с различными странами, особенно на уровне ООН, чтобы сделать миротворческую деятельность более эффективной. И, насколько вам известно, сегодня мы также обсуждали миротворчество, как сделать миротворческую деятельность более эффективной, как работать над урегулированием конфликтов, чтобы не было необходимости в таком большом количестве миротворцев. Но мы, конечно же, живем в реальном мире, и реальность такова, что существует необходимость в миротворцах. Я могу сказать, что участие Руанды в миротворческой деятельности, конечно же, улучшается. Мы относимся к этому очень серьезно. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с другими странами, чтобы попытаться быть полезными в плане разрешения конфликтов. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, что территория посольства России в Сирии была обстреляна, на территорию попало две мины, в то время, когда рядом с посольством проходил митинг в поддержку российской политики в Сирии. Скажите, есть ли у вас данные на этот счет, и могли бы вы прокомментировать этот инцидент? Спасибо. Что касается первого вопроса, со Стефаном Демистурой, специальным представителем ООН по Сирии, мы сегодня во второй половине дня будем обсуждать все аспекты сирийской ситуации, прежде всего, связанные с политическим урегулированием, потому что Стефан Демистур отвечает именно за создание условий для политического процесса. Мы его в этом активно поддерживаем, стараемся помочь преодолеть торможения, которые организуют некоторые из заинтересованных стран, и которые стараются искаженно интерпретировать мандат специального посланника. Мандат его опирается на Женевской коммунике от 30 июня 2012 года, в котором предписано, и это было одобрено Советом Безопасности, налаживать политический процесс с участием всего спектра политических сил Сирии между правительством и оппозицией, и договариваться на основе взаимного согласия. Что касается конкретных вопросов, связанных с гуманитарными нуждами сирийского населения, мы с самого начала деятельности ООН в этом направлении активно поощряли стороны сирийского конфликта договариваться о гуманитарных паузах, о локальных перемириях, в том числе для того, чтобы доставлять гуманитарную помощь. И по-прежнему выступаем с этих позиций. Когда мы объявили о согласии на просьбу сирийского правительства помочь в борьбе с террористами путем нанесения ударов с воздуха по их позициям, мы сразу же заранее предлагали нашим партнерам, всем тем, кто так или иначе в этот конфликт вовлечен, координировать наши действия, согласовывать шаги, договариваться о каких-то целях или о тех районах, которые не следует затрагивать военной операцией. Пока мы на эти предложения, которые в основном мы адресовали Соединенным Штатам, как главной ведущей силе в созданной коалиции, так и другим участникам этой коалиции, пока мы на эти предложения конкретных ответов не получили. Мы готовы открыть каналы связи, об этом тоже хорошо известно, с гуманитарными агентствами ООН, для того, чтобы учитывать их деятельность в Сирии на практике. Из всего этого я хочу сделать один только вывод. Нужно координировать наши шаги. Мы удовлетворены тем, что по линии военных ведомств России и США удалось выработать такой механизм, позволяющий избегать непреднамеренных инцидентов, но мы разочарованы тем, что американские коллеги пока, по крайней мере, не могут сделать следующий шаг, а начать реально координировать усилия всех тех, кто вовлечен в борьбу с терроризмом на сирийской территории. Вчера, по-моему, президент Обама давал интервью CBS, где, среди прочего, он сказал, что для успешной борьбы с террористическими группировками нужна координация всех усилий, в том числе и сил сирийской оппозиции. Я делаю акцент на слове «всех», координация всех усилий. Вот именно этого подчиненные президента США пока не хотят делать, по крайней мере, в контактах с нами они от такой координации уходят. Что касается координации с сирийской оппозицией, мы только за. Мы уже много дней просим наших партнеров подсказать нам, с кем из сирийской патриотической оппозиции, которая отвергает террористические методы, с кем можно наладить контакты. Обещают дать соответствующие координаты, рассчитываем, что это произойдет. До недавнего времени говорили, что это свободная сирийская армия, но кто ее представляет, а кто может быть каналом общения с ней, нам до сих пор неизвестно. А на днях буквально объявили о том, что то ли вместо свободной сирийской армии, то ли в дополнении к ней создан новый альянс, называется «Демократические силы Сирии». Вчера, по-моему, американцы сообщили, что они изменили концепцию поддержки оппозиции. Вместо тренировок на земле они будут просто сбрасывать с воздуха вооружение боеприпасы. Сбросили несколько сотен тюков с боеприпасами общим весом 50 тонн. Сегодня это было сообщено по каналам средств массовой информации. Куда это попадет, не последуют ли все эти вооружения тем же маршрутом, что и джипы «Тойота», которые американцы поставили, оппозиции, а сейчас на них ИГИЛ разъезжает. Это очень серьезные вещи. Тем более, что мы так посмотрели, кто вошел в этот новый альянс «Демократические силы Сирии». Там есть организации, которые ранее были замечены в сотрудничестве с ИГИЛ. Все это говорит о том, что координация действительно должна быть не пустым лозунгом, а должна переводиться на язык практических действий. И мы по-прежнему выступаем именно за это. Расскажем сегодня, конечно же, Стефану Демистури, расскажем о том, какие мы усилия предпринимаем, чтобы такую координацию наладить. Он не имеет полномочий заниматься военными аспектами сирийского кризиса, но, наверное, ему нужно иметь всю полноту картины, потому что в конечном счете и политический процесс зависит от того, как мы скоординируемся на земле в отношении антитеррористических действий. А в политическом процессе мы Демистуру поддерживаем и продолжаем добиваться и от наших американских коллег, и от партнеров в регионе выполнение договоренностей, которые мы уже достигли, и которые заключаются в том, чтобы основные внешние игроки выработали общее видение того, каков может быть состав участников межсирийских переговоров. Со стороны правительства это примерно понятно, но кто представляет патриотическую оппозицию, политические силы, заинтересованные в выполнении решений ООН о необходимости сохранить Сирию единым государством, суверенным, демократическим, светским государством, в котором все этноконфессиональные группы чувствуют себя в безопасности, пока мы не можем даже сдвинуться по этому, по-моему, не очень сложному вопросу. Договориться о том, кто вот эти силы, которые будут разрабатывать совместно с представителями правительства проект реформ в Сирийской Арабской Республике. Так что обо всем этом будем говорить. Что касается обстрела нашего посольства в Дамаске, действительно, эти сообщения СМИ подтвердил наш посол. Две мины упали на территории посольства, одна недалеко от спортивной площадки, другая мина на крышу жилого комплекса. Никто, слава Богу, не пострадал. Это очевидный террористический акт, рассчитанный на то, чтобы, наверное, запугать сторонников борьбы с террором и не позволить им возобладать в борьбе с экстремистами. Мы сейчас, разумеется, в сотрудничестве с сирийскими властями стремимся установить виновных в этом обстреле. До сих пор было известно, что на окрестности Дамаска распространяется влияние и ИГИЛ, и Джабхатан-Нусры. И там же, в столичном регионе, весьма активно до сегодняшнего дня работала так называемая армия ислама, которую, кстати, некоторые средства массовой информации пытались презентовать как представителей умеренных оппозиционеров. Но вот эти вот, в кавычках, умеренные оппозиционеры, по статистике, которой мы обладаем, и которую подтверждают, в том числе и международные наблюдатели, чаще других замешано в обстрелах жилых кварталов Дамаска, обстрелах неизбирательных, в результате которых гибли люди. Она же известна тем, что устраивает периодически гонения, в том числе связанные с резнёй, на религиозные меньшинства. Так что, пока мы не имеем дополнительной информации, более детальной, но мы рассчитываем, что виновные будут установлены и будут приняты меры по пресечению подобных преступных действий. Спасибо большое. На этом завершаем пресс-конференцию. Спасибо. 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 Спасибо.